Привет, друзья! Редицкая эксклюзив, первое о главном. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео, а мы начинаем! Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выступил на родине в Норвегии на острове Утоя, печально известном как место массового убийства, устроенного в 2011 году правым экстремистом Андерсом Бревиком и сравнил его с Путиным. Столтенберг заявил, что Путин не должен победить и получить подтверждение, что насилие работает и задача НАТО – не допустить такого результата. Генсиак НАТО выступил в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на таком же мероприятии, какое прервал свои бойни и Бревик, кстати, одобрительно отзывался о Путине и вывел одинаковую мораль из этого события из сопротивления украинцев российскому вторжению. Нормальные люди, как выразился Столтенберг, способны отстаивать наши главные ценности свободы и демократии перед лицом зла и агрессии. В интервью в том же месте Столтенберг признал, что союзники по НАТО терпят убытки от войны из-за санкций, поставок оружия, инфляции и роста цен на энергоносители. Однако цена, которую платят украинцы, измеряется в человеческих жизнях. Подчеркнул он, «Интерес к Украине в некоторых западных странах угасает, но нельзя расслабляться, необходимо продолжать доказывать. Необходимость вооружать страну», – заметил Генсиак НАТО. На этой же встрече Генсиак НАТО Йенс Толтенберг выразил восхищение ВСУ и отметил, что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории. Генсиак НАТО Йенс Толтенберг отметил, что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории. Об этом он сказал во время выступления перед Молодежной лигой рабочих, крупнейшей политической молодёжной организацией в Норвегии и связанной с Норвежской лейбористской партией. То, что мы видим сейчас, это жестокая и кровавая война, на истощение. Продвижение россиян снова остановилось, а украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории. Планирует контрнаступление на юге, сказал Столтенберг. Столтенберг отметил, что в российско-украинской войне НАТО имеет две задачи – поддерживать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Он добавил, на саммите НАТО в Мадриде больше месяца назад, все страны НАТО согласились, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. НАТО будет оказывать Украине всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючие медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников, сказал Столтенберг. Он добавил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от устаревшего оснащения советских времён на современное оборудование, развить функциональную совместимость и укрепить институты обороны в сфере безопасности. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал развязанную РФ войну в Украине самым опасным моментом для Европы со времён Второй мировой. Кроме того, он считает, что победу России нельзя допустить. По его словам, чтобы помешать Москве добиться успеха НАТО и её странам-членам, возможно, придётся ещё долгое время поддерживать Киев оружием и другими средствами. «В наших интересах, чтобы такого рода агрессия, политика РФ не увенчалась успехом», подчеркнул Столтенберг. Он назвал происходящее в Украине ужасным, а развязанную Кремлём войну атакой на нынешний мировой порядок. «Но было бы намного хуже, если бы между Россией и НАТО была война», – сказал генеральный секретарь. Он отметил, что Североатлантический альянс должен предотвратить распространение войны. «Если президент Путин даже подумает о том, чтобы сделать что-то подобное со страной НАТО, как он это сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, то тут же будет задействован весь альянс», – подчеркнул Столтенберг. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал, ссылки в описании.